Итак, друзья, следующий урок про то, что такое бизнес и из чего он состоит. И не поверите, это чертовски простая вещь. Как говорят друзья из БМ, это стрелочка, кружочек и квадратик. Вот это и есть бизнес. Где стрелочка? Это процесс лидогенерации, который заканчивается тем, что сформированный лид, то есть заявка, попадает в отдел продаж. Это у нас маркетинг или лидогенерация, это у нас отдел продаж или продажи, и это у нас производство. То есть процесс, где мы непосредственным образом удовлетворяем потребность покупателя. Весь бизнес состоит из трех частей. Первое, это процесс лидогенерации, когда человек узнает о том, что вы существуете, и к вам приходит, чтобы вас что-то спросить. Второе, это продажа, когда вы лид превращаете в сделку. И вот здесь, это сделка. Это у нас точка лид, это у нас сделка. И на выходе у нас довольный клиент. Результат. Довольный клиент, где первый, у нас есть довольный клиент. Второе, деньги получены. И третье, бумаги подписаны. Вот это и есть суть любого бизнеса. Давайте его разберем чуть-чуть подробнее и посмотрим с точки зрения того, как организовать этот бизнес, когда вы не один. И нюансы, которые здесь есть. Итак, капитан, это человек, который через свой бизнес или стартап двигается по пути своей самореализации. Задача капитана. Капитан, это тот, который своей, всей своей жизнью, всем своим смыслом, всем своим миропониманием держит целостность всего бизнеса или стартапа. Он знает и понимает все. Он знает и понимает все нюансы, входы, выходы. То есть своей, он держит целостность этого проекта фактически своим жизнью, своей жизнью, своим миропониманием, своей целостностью. И давайте нарисуем стрелочку, кружочек и квадратик тремя кружочками. И три кружочка, давайте представим, что это круг ответственности и, соответственно, круг самореализации человека, который этим занимается. И первое, как я уже сказал, мы сибирской артели, давайте будем называть это маркетинговая команда. Маркетинговая команда. То есть, что бы ни делала маркетинговая команда, на выходе, на выходе из этого круга ответственности должен быть вот здесь вот. Это лиды. Еще раз скажу. Лид. Лид это заявка потенциального целевого клиента. Заявка, которая попадает в отдел продаж. Это у нас, это у нас отдел продаж. И здесь потенциальный покупатель ему рассказывается, показывается, предоставляется, обещается, соответственно. И если то, что мы ему в отделе продаж обещаем, а по сути мы ему там обещаем, ему нравится, то он соглашается с нами, он нам верит. И происходит сделка. То есть, вот эта точка это у нас лид, а вот эта точка это сделка. Сделка. То есть, ИКР, идеальный конечный результат или результат работы отдела продаж, это сделка. Которая сделка, которая превратилась из лида. Ну и соответственно, существует некая конверсия. То есть, если к нам пришло 100 покупателей, 100 лидов, если нам пришло 100 лидов, 100 цифровых покупателей, и у нас из 100 лидов получилось 5 сделок, то у нас конверсия 5%. Соответственно, это у нас производство. Производство. Что у нас делает производство? Производство у нас, то, что мы пообещали в отделе продаж, собственно говоря, предоставляет нашему покупателю. Если мы ему там пообещали, в отделе продаж, мы пообещали ангар, то производство производит ангар. Если мы ему пообещали здесь цветы, то производство отдает цветы. Все, что мы ему пообещали здесь в отделе продаж, то есть производство выполняет обязательства, которые мы возложили на себя в отделе продаж. И на выходе из производства у нас получается что? У нас получается, как я говорил, довольный клиент. И результат, который заключается в том, что клиент доволен, есть благодарственное письмо, деньги получены от клиента и бумаги подписаны. Это означает о том, что клиент принял, и юридически тоже в том числе, факт свершившихся обязательств, которые мы на себя взяли вот здесь. И что делает капитан? Капитан делает так, чтобы вот этот процесс двигался. Появлялись лиды, лиды превращались в сделки, 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 сделки. Каждая сделка завершалась довольным клиентом. Что у нас еще есть в сибирской артели? В сибирской артели у нас есть сервисы. Совокупность всех сервисов это такая функция в бизнесе, которую мы называем просто навсего поддержкой. Что у нас здесь? У нас здесь бухгалтерия, которая платит налоги. У нас здесь финансовый отдел, который у нас считает все наши потоки и управляет. У нас здесь юристы, у нас здесь системный администратор, у нас здесь... секретарь, у нас здесь отдел, у нас здесь менеджер по персоналу, у нас здесь уборщицы, у нас здесь офис-менеджер, у нас здесь водитель. То есть все те функции, или все те услуги, или все то, что необходимо, что необходимо вот сюда, каждому из вот этих вот отделов, для того, чтобы они выполняли свою функцию. ИКР поддержки, это чтобы у каждого из маркетинговой команды, у нас здесь еще очень важная штука, которую я забыл, коммуникация. У нас здесь система коммуникации, поддержка системы коммуникации, система коммуникации. То есть все то, что необходимо этим отделам, они дают, то есть поддерживают, в этом смысле они снизу, они поддерживают, они дают все то, что необходимо им, для того, чтобы эти отделы выполняли свои функции. И где здесь круг ответственности капитана? Немножко не круг, но в общем это круг. Все, что происходит внутри, это круг ответственности капитана. Если проваливается отдел продаж, ну, соответственно, нету здесь, то есть круг ИКР капитана, он вот он. Вот это ИКР, ИКР, идеальный конечный результат капитана. То есть он отвечает за то, чтобы он был довольный клиент, были деньги, были бумаги подписаны в итоге. Чем он отвечает? Целостностью того, чтобы все здесь взаимодействовало, взаимодействовало, взаимодействовало. И если что-то проваливается, это находится в кругу ответственности капитана. Соответственно, по игровому действию капитан предоставляет возможность десамализации своим партнерам, отдавая круги ответственности. И их по-крупному, ведь их четыре. Первый круг ответственности это лидогенерация, второй круг ответственности это отдел продаж, третий круг ответственности это производство, и четвертый круг ответственности это поддержка. То есть весь бизнес, один круг ответственности капитана делится на четыре. Дальше каждый внутри может делиться на большее количество ответственности или круг ответственности внутри. Но сколько бы на этом уровне, их четыре, внутрь еще могут заходить. И что здесь важно? Здесь важно, что мерой и результативностью, или ИКР, мы их называем, идеальный конечный результат, из этих кругов ответственности у маркетинговой команды, еще раз, это лид, что бы они ни делали, это количество и качество рядов. Сколько рядов пришло, и цена лида, в конечном итоге, сколько мы потратили денег на лид. Отдел продаж, это их мерило, это конверсия, сколько лидов они превратили в сделки. Мерила, отделы производства, это сколько клиентов, сколько клиентов, по совершенным сделкам написало благодарственное письмо. Ну, или сказали просто простое человеческое спасибо, то есть действительно были благодарны. Что является входом... Ёшкин, матрешкин... Что является входом... И смотрите, у каждого круга ответственности есть вход и выход. Что является входом у маркетинговой команды? Как вы думаете? Информация о продукте. Запрос капитана. Запрос капитана, да. А если обращаться к нашей технологии игры бизнес-драйв? Поток этих... Ну, интернет-поток. Ну, да. А если говорить о очень конкретном... Ну, да. Но что является входом для маркетинговой команды? Целевые клиенты. Клиенты просто. Что является входом для маркетинговой команды? Пожимок. Ну, да, но... Целевая аудитория. И это тоже. Сдаем. Входом. Входом для маркетинговой команды от капитана является первая заполненная страница стартапа. Если капитан заполнил первую страницу стартапа, профиль стартапа, слово придумали наконец-то. Первая страница стартапа называется профиль стартапа. То есть, если капитан заполнил профиль стартапа, то есть, ответил на вопрос, что является его нишей и поднишей, ответил на вопрос бизнес-идеи, что он продает, кому он продает, как он продает, каким образом он это доставляет. Если он сформировал бизнес-гипотезу, определив, собственно говоря, как он видит первоначальные данные, возможности, которые есть на рынке. Если он обозначил риски, которые у него в принципе есть. Если он сформулировал гипотезу относительно того, почему гипотеза, а его стартап будет успешным. Если он описал свой опыт, который у него есть сейчас. Если он сформировал ИКР, идеальный конечный результат видения своего стартапа, как он хочет развиваться, как это будет в принципе. Если он описал стратегию. Если он сформировал, если он показал и сформировал 10 своих конкурентов. Разобрал их сильные и слабые стороны каждого из этого конкурентов. Если он сформировал семантическое ядро. И мы там посмотрели, сколько сейчас реально существует потребности. Семантическое ядро показывает, сколько запросов идет в Яндексе в месяц. По ключевым словам. Если вот это все капитан сделал, это и яйца входом для маркетинговой команды. Маркетинговая команда это берет. И дальше это ее задача. Маркетинговая команда берет эту информацию. И вместе с капитаном потом дальше допиливает ситуацию, допроясняет ситуацию. Там еще можно, еще лучше, если сделали эмпатию потребителя, заполнили шаблон эмпатии потребителя. Еще лучше, если мы полностью заполнили целевую аудиторию. То есть расписав по целевой аудитории, кто наши целевые клиенты, какие у них потребности, какие у них особенности. Критерии того, что им важно. А также второстепенные критерии. Если мы все это разобрали, то маркетинговая команда просто берет и делает лендинг. Или выбирает способ лидогенерации. Способ лидогенерации может быть лендинг, соответственно, с директом. Способ лидогенерации может быть социальные сети. Способ лидогенерации может быть прямые звонки. То есть под прямой поиск клиентов. Способ лидогенерации может быть реклама в прочие пошли, там, радио, газеты, телевидение. Способ лидогенерации может быть ваши прямые продажи на выставках, на ярмарках, еще на чем-то. Но то, что мы используем в основном в сибирской артели, это лендинг и направление, это интернет-маркетинг, то, что сейчас развивается самым мощным образом. Это лендинг, интернет-маркетинг, соответственно. И мы делаем лендинги, направляем на него трафик из поисковых систем, это директ или адвордс. Мы направляем на него трафик из социальных сетей. И социальных сетей делаем свои страницы, ну и так далее. Итак, я сейчас конкретно сказал о чем? Я сейчас конкретно сказал про то, что является входом для маркетинговой команды. На выходе у них это лиды, и это их круг ответственности и самореализации. Что они сделают, как они это сделают, это их вопрос. Если они попадают в ресурсы, ну в границы ресурсов, которые предоставляет капитан. То есть количество денег, которое потратил на целевого клиента. Дальше отдел продаж. Отдел продаж это искусство превратить. Отдел продаж это искусство понять, что нужно на самом деле нашему целевому клиенту, когда он к нам пришел. И из имеющихся ресурсов и возможностей ему это предоставить. То есть помочь ему сделать выбор, помочь ему на самом деле разобраться с той потребностью, которая у него есть. И показать ему, помочь ему, как наш товар, или то, что у нас делает производство, закрывает его потребность. Закрывает его потребность. Вот что на самом деле делает отдел продаж. Он помогает клиенту нашему понять и осознать, как он закроет свою потребность, в чем она на самом деле состоит. И как он закроет свою потребность этим товаром, который мы ему предлагаем. И результат здесь сделка. А производство, собственно говоря, выполняет обещания, которые выполняют обязательства, которые мы взяли на себя в отделе продаж. И это довольно клиент. И поддержка, ИКР поддержки, это у маркетинговой команды, отдела продаж и производства, есть все необходимое, чтобы они выполняли свои ИКР. Таким образом, мы общую круг ответственности капитана делим на 4. Дальше каждый может делиться еще внутри. Могут быть промежуточные ИКР. Но основные мы определились. И вот этот язык, это то, как мы строим команды, это то, как мы строим команды Сибирской Артели. Это то, как мы строим бизнесы Сибирской Артели. Это то, как мы соединяемся. Соответственно, маркетинговая команда может работать полностью на аутсорсе. Отдел продаж может работать полностью на аутсорсе. Производство может работать полностью на аутсорсе. поддержка казалось бы юридическое лицо то что не может она сейчас тоже может работать полностью на ул соси вот такая получается интересная физиогно мистика хрени просто ну короче ну вот это то что я хотел сказать спасибо